Какие названия рубрики «Завтракаем вместе»? Подводить итоги кулинарного конкурса мы пригласили всех не на завтрак, а на обед. Зато какой! Повара кафе «Цезарь» торгово-развлекательного центра «Дубрава» приготовили вкуснейшие салаты и десерты по рецептам участников состязания. А попробовали их? Да все, кто хотел, все и попробовали. Пока сами кулинары придирчиво осматривали и дегустировали то, что получилось у профессионалов, гости сравнивали все блюда и пытались выделить самое вкусное. Каждый мог проголосовать два раза – за лучший салат и лучший десерт. Как выяснилось, с салатами наши судьи-добровольцы разобрались достаточно быстро. Кто-то был в восторге от праздничного. Мне понравился салат с курагой, с курицей. Очень вкусный. Я хочу еще раз пересмотреть, как раз, наверное, Новый год такой приготовлю. Очень понравился. А салат он нежный такой. Присутствует какая-то такая кислинка. Ну, во-первых, остренький. Во-вторых, я люблю сладковатый вкус. И сыр люблю очень. Другим по вкусу пришелся первый снег. Мне вот нравятся такие легкие блюда. Мне показалось, что вот салатик такой, он в зеленых листиках, с творожным сыром. Вот он такой легкий, приятный. Я люблю, когда чувствуется вкус каждого продукта. Вот здесь очень ярко все сфокусировано. И каждый продукт, и в целом, очень хорошо сочетается. Это диетическое для нашего возраста. Но и елочка мало кого оставила равнодушным. Ну, приятный вкус. Достаточно нежное. Люблю. Он очень вкусный, полезный, питательный, новогодний. И вот укропчик сверху, мне прям очень понравилось. Будете за него голосовать? Да, я за него буду голосовать. А вам что понравилось? Вот я тоже хотел сказать, что именно вот этот салатик мне тоже понравился. Там вот этот кантус продает гранатовые косточки. Мне? По вкусу. Там гранат. Ты любишь гранат? Угу. Проголосуешь за этот салат? Да. А подружке что понравилось? Тоже. Тоже с гранатом? Угу. А что еще там, кроме граната, вкусно? Морковь. И рыба. И рыба еще там есть? Да. А вот с десертами все оказалось гораздо сложнее. Мне кажется, здесь все очень вкусно. Так что я не могу выбрать, не хочу никого обидеть, потому что действительно очень все понравилось. Понравились печеньки с малиной. Какой десерт выбрал твоему мнению вкуснее всех? Оба. Оба? Очень сложно выбрать, да? Угу. Ну ты, как подумаешь, ты нам скажешь, что ты выбрал? Да. Да. Все, я тебя жду. Пождем его. Ждать нам пришлось долго. Очень долго. Кажется, наши сладкоежки просто-напросто хитрили. Ели, ели, ели и не могли наесться вкуснейшими десертами. Повара кафе «Цезарь» подкладывали новые порции, а наши операторы все страдали и страдали. Они все подносят, я домой хочу. А так, как они все подносят, я чувствую, никогда домой не попаду. Только благодаря быстрым перекусам они и смогли удержаться на ногах до конца дегустации. А вот некоторые, кажется, даже язык от такой вкуснотищи проглотили. Наконец, с десертами тоже разобрались. Первый номер как бы оригинальный, там и опорный для детей, витамины там как бы есть. Полезные и вкусные. Панакота красненький. А чем он вам понравился? Очень вкусный, ребенку этим понравился. Вкусный и красивый. Как-то вот захочешь, сразу на него взгляд падает, такой яркий. Десерт. Очень вкусный, необычный такой. Я хоть как гурманца такая, но вот можно себе позволить на Новый год. Такое себе удовольствие. Очень понравилось. За один час мы успели собрать 62 голоса. У каждого блюда нашлись свои поклонники. Первый снег приглянулся шести дегустаторам. Салат праздничный оценили 10 человек. Но победила елочка от Сани и Вани Колдомасовых. Ее признали лучшей 20 посетителей кафе «Цезарь». В номинации «Новогодний десерт» голоса распределились так. За фруктовый десерт – 5, за печенье из детства – 6, а за панакотту от Натальи Гудковой – 15. Ребят, мы вас поздравляем с заслуженной победой, заслуженной наградой. И вы получаете призы от кафе «Цезарь». Пожалуйста, вам было. Спасибо. Мы поздравляем победителей, особенно. В первую очередь хочется победить маленьких поварят. Так держать. Все очень вкусно. За десерт панакотту. Тоже спасибо за рецепт. Мы возьмем его себе на вооружение. Две сковороды мы пристроили. Но у нас-то их было три. А поскольку призы нам предоставили сотрудники кафе «Цезарь», то и третьего финалиста, а точнее финалистку, совершенно справедливо выбрали они. Печенье из детства принесло Юлии Амельченко заслуженную победу. Спасибо большое. Рецепт очень вкусный. Печенье действительно доминающиеся из детства. Надеялись на победу. Мы ждали только первое место. Как выбирали рецепт? В интернете. Мальчишки все время помогают дому? Да, конечно. Я хочу поздравить всех с Новым годом, с наступающим. Пожелать исполнения желаний. Я думаю, что у каждого человека есть заветное желание. Пусть оно в следующем году обязательно исполнится. Я хочу пожелать, прежде всего, не бояться участвовать в конкурсе. У всех как-то немножко возникает заминочка, когда говорят конкурс. Не бойтесь. Это интересно, это позволяет как-то творчески развиваться. Ну и, конечно, достаются вам призы. Так что участвуйте в конкурсе всех с Новым годом. И всем приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова